Как и полагается женщинам, на встречу с журналистами Наталья Жданова чуть опоздала. Но это не помешало первой пресс-конференции в Рио губернатора края стать продуктивной и достаточно откровенной. Тем более первое, о чем заявила Жданова, для подобных встреч и разговоров она открыта. И постаралась развеять миф, что не любит СМИ. Установилась такая мысль, и она вот так постоянно культивируется и продолжается, повторяется о том, что Жданова не любит средства массовой информации. Этого не может быть по определению, начиная с того факта, что я просто-напросто происхожу из семьи, можно так сказать, писателя Булгакова, внучатом-племянником, которого является мой папа, из семьи военного корреспондента, которым был мой дедушка. Да, я, наверное, допустила когда-то неосторожное высказывание, признаю, в то высказывание, но потом уже, когда его интерпретировали и трактовали, вложили несколько другой смысл, чем тот, который я хотела внести в него. После лирического отступления в Рио губернатора перечислила практически все сферы, которые нужно капитально подтянуть. Особенно это касается Министерства финансов, края и вопросов по наполнению бюджета. Навести порядок нужно и в региональном Минздраве, который, судя по заявлению Ждановой, в ближайшее время вернется в ведение города. Среди первоочередных задач – поддержка сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса и строительного комплекса, по которому сильно ударил кризис. Еще один важный пункт – больше никогда не повторять ситуацию с невыплатой и задержками зарплат бюджетника. На какое-то время даже показалось, что сегодняшняя речь звучит как предвыборная. Однако, будет ли она баллотироваться в губернаторы региона, Жданова так и не ответила. Мои земляки-забайкальцы, я думаю, определятся своим выбором и действительно его сделают правильным в пользу того человека, кто максимально способен решать те непростые задачи, которые сегодня в повестке стоят. Так непонятно, вы выберете какие-то туру или нет? Как определить народ забайкальского края? За неполные две недели своего временного руководства краем Наталья Жданова уже начала исполнять обещанное. Зарплаты бюджетникам выплачивать, тем более, что в край пришли на это средство 7 миллиардов рублей. Кроме того, она решила отозвать законопроект об отмене районного коэффициента и уже разобралась с тем, кто на днях предложил повысить ей зарплату. С ним состоялся очень серьезный разговор буквально вчера вечером. Я, собственно, из этого разговора так ничего и не поняла. Вообще, что, почему, как, с какой подачи, зачем, то ли это вражеская диверсия, то ли это саботаж, то ли это просто человеческая глупость, я не знаю. Как положено, в рамках существующего законодательства, человек сейчас пишет объяснительную, уже долго, правда, чуть пишется вчерашнего вечера. По факту объяснительной будет, вернее, она уже началась служебная проверка, служебное расследование, по факту объяснительной, по факту результаты служебного расследования будут совершены все необходимые действия, вплоть до отстранения от должности. Ну и вот, и все выводы будут сделаны, чтобы так впредь просто уж извините за арест, ведь вывод другим неповадного. Всего за час журналисты успели задать Наталье Ждановой около 30 вопросов, среди которых были и личного характера. В какую церковь ходит в Рио губернатора, почему кольцо носит на пальцы левой руки и как себя ощущала в день своего назначения. День был очень волнительный. Я на самом деле ничего не знала. Это было в полнейшей неожиданностью. Я почувствовала, вот как в 1941 году, когда ребята, закончившие школу, 17-летние, как они мгновение просто превратились в взрослых мужчин, защитников своего отечества. Изменилось все.